Дамы и господа, добрый день, приветствую вас с компанией «Читфинанс». Я Архив Андреевич. Сегодня мы о последнедельном перерыве продолжим обсуждать стратегии на фьючерсах и опционах. Тем более у нас сегодня очень важный день. Сегодня у нас экспирируются фьючерсы и опционы на индекс РТ. Собственно, наши любимые контракты, самые ликвидные, самые популярные и торгуемые. На поездке дня у нас сегодня также обсуждение объемов этой позиции на срочном рынке по отчетам CFTC. И вот, собственно, с него, наверное, мы и начнем. Так, 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 так. К индекс РТС вернемся. Ну, давайте с западных площадок начнем. Интересная картина в открытых позициях на фьючерсах. На S&P 500, соответственно, наблюдаемый бодрый рост рынка и такой же бодрый рост объема открытых позиций. При этом мы сейчас с вами видим, что состояние вторника прошлой недели, объем открытых длинных позиций, одни коммерческими участниками совокупник превысил, в общем-то, те значения, которые он занимал в начале октября этого года, хотя рынок при этом этих же значений не достиг. Тут, собственно, можно это трактовать как то, что покупки народной населения не компенсируются, скажем так, не приводят к сильным росту цены фьючерса, соответственно, связанные с тем, что кто-то им наливает в обратную сторону. И в данной ситуации это можно, на мой взгляд, трактовать как возможность скорого разворота рынка, поскольку, да, мы видим, движение есть, объемы есть, но объемы накапливаются явно быстрее, чем мы сейчас видим на рынке. Да, я посмотрел по истории, в общем-то, таких ситуаций крайне мало, и в основном они, ну, как в большинстве, приводили к остановке или к развороту рынка. Поэтому вот, может быть, там сигнал на какую-то очередную коррекцию, даже ниже чем 1400. Хотя локальные максимумы от ноября мы уже протестировали, и, соответственно, есть шанс, возможно, на дальнейший трендовый рост. Но объемы нам показывают несколько другое. В евро, в общем-то, ситуация стабильная, народ бодренько накапливает длинные позиции, сокращает короткие, что, в общем-то, не может не радовать. На росте у нас явное сокращение шортов, плюс на том падении, которое у нас наблюдалось на позе прошлой недели, изменение шортов минимально, соответственно, здесь никто не шортил, и лонги у нас здесь тоже подрастали. Поэтому это можно сказать объемным подтверждением роста по евро. И то, что он сейчас на локальных максимумах, в общем-то, дает определенный плод, что наконец-то мы эти хайи будем тестировать и уходить к новым свершениям. Золото у нас благополучно завершило восходящий тренд. Тут уже, в общем-то, с ним все ясно. Мои последние надежды на ралли золота к концу года умерли. Объемы сокращаются, как длинных, так и коротких позиций. В общем-то, участники пытаются занимать нейтральную позицию. И, сами понимаете, тут поводов для покупки золота, по большому счету, у нас нет. Поэтому то, что мы сейчас видим на западных площадках. Сегодня, напомню, у нас экспирируются опционы и фьючерсы на индекс РТС. Соответственно, если у вас есть опционы в деньгах, то необходимо подать давление на экспирацию. Сейчас у нас фьючерс на индекс РТС толкается в районе 150-го страйка, 150 тысяч пунктов. Поэтому, если у кого-то есть и колы идут с этим страйком купленные, то все-таки порекомендовал бы вам подать заявление на экспирацию по этим инструментам. Будет цена выше 150, будут экспирированы, колы не будет, ну, значит, не будет. Все зависит от того, тут уже действительно лотерея, куда цена уйдет к моменту истечения, то есть к вечернему клирингу. Если не хотите играть в лотерею, ну, тогда закрывайте позицию сынка. В принципе, сейчас это сделать вполне реально. Вот, неделя началась у нас вяленькая, собственно, как и вторая половина прошлой недели. Боковик у нас тут достаточно четко ощутим, но я думаю, что хай мы еще с вами протестируем, потому что если мы с вами посмотрим на максимальные значения, которые достигались фьючерсом на индекс РТС, то, собственно, хай от, вот какого тут у нас, от 18 октября протестирования не было, тут до него оставалось буквально 40 пунктов, и я думаю, что как раз это упущение рынок исправит. Поэтому я лично жду в ближайшее время, хотя бы небольшой, но импульс на 152 тысячи пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Да, в районе 152-153. Вот, что касается, да, стратегий, которые мы с вами обсуждали с экспирацией в декабре, но тут долгоиграющие календарные спреды, основанные на купленных 140 мартовских калах и поданных 145 декабрьских калах. Здесь все завершилось. Компенсация купленных каллов прошла удачно, даже несмотря на то, что страйки у нас, текучая цена базового актива оказалась выше страйка проданных каллов. Если бы, кстати, сложилась такая ситуация, то рекомендовал бы вам к клиенту, к 12.00, может быть даже закупить определенным количеством фьючерсов для того, чтобы покрыть проданные калы, чтобы в случае их экспирации именно в дневной клизинг вашим контрагентам у вас позиция сразу же схлопнулась. Для этих целей календарный спред здесь все окей, Кондор, в принципе, тоже тут все окей, на 146 манхеджировали, насколько я помню, и тут уже прямо завершение картины на страйке проданных опционов, то есть по большому счету в точке получения максимальной прибыли. По модельному портфелю это примерно получается 14.500 пунктов на 10 купленных кондоров, и, соответственно, плюс 2 фьючерса в портфеле, которые хеджировали рост рынка. Так, с Кондором у нас тоже все окей. И, наконец, с колл-спредом даже не проарлированным. Все просто замечательно. Цена оказалась выше, чем 145.000 пунктов, ну и мы на максимум прибыли 30.000 пунктов на 10 обычных спредов 140-145. Вот, в общем-то, чем заканчивается вся наша экспирация. Не забывайте подавать заявление через нашу систему веб-банк, и, соответственно, ждите поставок сегодня в 2 часа, и опять же сегодня вечером на вечерней сессии уже все автоматически схлопывается. Если у вас какие-то сложные стратегии, например, как тот же спред, то тут тоже не забывайте про подачу заявлений на купленные опционы, поскольку автоматически не срабатывает и прибыль у вас не фиксируется. Так, 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 так. Отвечаю на ваши вопросы. Да, Константин, вы правы. В день одновременной экспирации и опционов и фьючерсов опциона у нас экспирируется автоматом. Ну, я, в общем-то, всегда рекомендую на всякий случай это заявление подавать, чтобы хотя бы не терять для этого привычки. Ну, конечно, опционы в деньгах у нас будут экспирированы автоматом, тем более глубоко в деньгах, то есть те, что на 10% в деньгах находятся. Вот, в общем-то, из основной информации у меня все, дамы и господа. Спасибо, что были с нами. В среду будем обсуждать новые стратегии на январь и на следующий квартал. Посмотрим, что у нас изменится на рынке, как поведут себя участники после экспирации, рассказать, будет ли у нас предновогоднее ралли или нет, и что с этим всем хозяйством делать. Еще раз всем спасибо за внимание. Встретимся в среду в это же время в 13.00 московского времени. С вами был Игорь Фанлик, компания «Китфинансы». И до свидания. А , , , Продолжение следует...